Здравствуйте, Майкл говорит. Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что губернатор Белозерцев получил 31 миллион рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля, который занимается поставками медицинских препаратов в регион. Взятка была дана в период с января по сентябрь 2020 года, во время начала и развития пандемии коронавируса, конечно. Кому война, кому мать родна. То есть предприниматель Шпигель дал деньги губернатору, губернатор дал Шпигелю госконтракты. Так просто. Шпигеля тоже, кстати, взяли. У губернатора Белозерцева уже провели обыск дома и нашли аж 500 миллионов рублей наличными. Ну и, как полагается, по традиции российского губернаторства, коллекцию часов на несколько миллионов рублей. Губернатор Белозерцев, помимо прочего, известен тем, что когда летом 2019 года у него в области были народные волнения некие, он публично и решительно сказал, что это Америка, Запад выделяют огромные деньги на подготовку людей в каждом регионе страны, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. В связи с этим обращаюсь к Следственному комитету РФ. Ребята, вот вам простой тест. Когда вы видите и слышите какого-нибудь губернатора, министра, депутата или сенатора, который, дрожа голосом от наплыва патриотизма, начинает глаголать о том, что Отечество в опасности, Запад стремится разобщить нас, подорвать нашу мощь и веру в себя, дестабилизировать обстановку, остановить развитие России, и на все это Америка выделяет огромные деньги, бросайте все дела, господа следователи, всех оппозиционеров и несчастных пикетчиков, и мигом в дом и виллу к этому депутату-губернатору, потому что человек знает, о чем говорит, и не просто знает, но действует. Он эти деньги, выделенные Америкой на дестабилизацию России, уже отследил и перехватил. Вас дожидается. Отдать хочет на благо Родины. Продолжение следует...